Однако возрождаться она не стала, не, ну чё, наверное, лень просто. Это, наверное, игрок, который за чару играет, наверное, я был, я так просто... Да твою мааать! Вот так вот сделал и ушёл, нахрен и всё, никаких возрождений, игра на сегодня окончена. У меня в игре там была бочка с радио. Ну туда Бенди посрадио, и там бочка с радио. Потому что нормальной канализации нет, как бы, ну а что делать с чернильным демоном, да? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы на канале Игровой Холодильник, и это видео, в котором будут все грехи, и ляпы, и инди-кросс. Вот уже предупреждение сразу Юмор, сарказм, никого не оскорбляем, не унижаем Мы добрые, пушистые, приятного просмотра Я тоже никого ничего Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь Не забудьте прожать колокольчик И подпишитесь, если еще не подписаны А ссылка на оригинал в описании Бойфрен попадает буквально под ноги главным персонажем инди-игр Почему, например, тот же Бойфрен не попал к другим персонажам? Он как будто сам выбрал места, куда хочешь телепортироваться Предъява номер один Засчитана Надо отметить, надо отметить, что мы, кстати, этого не знаем Может он действительно выбирает Вдруг у Бойфренда там каталог Судя по его приключениям, во всех этих модах я не удивлюсь на самом деле Он даже галочки только успевает проставлять А сегодня я с этим побатрию, с этим побатрию С этим побатрию, там такой Радость какая Ага, посмотрел бы я это с другой стороны На расстоянии больше 10 метров вниз головой упал на землю Ну и естественно никаких ни сотрясений, ни смертей нету Давайте, наверное, сделаем вот такой вот счетчик Сметрей Сметрей, хорошо, давай сделаем Ну и Бойфренд лох Он падал примерно в такой стойке Но в полете он решил зачем-то сделать цельтуху А нет, это законы физики У него голова настолько тяжелая и умная, что она перевесила Понимаешь, это прям вот реализм Если бы Бойфрен упал бы хоть с 16 этажа Такую дырень своей башкой, он бы не прохреначил чисто логически Кстати, да, обратите внимание, что дырка, она еще и потом расширилась Вот это удивительно Бойфрен там в течение этих 10 секунд сидел Мы отчетливо видим, что за Бойфреном находится лишь море Но когда Бойфрен стоит, то оно резко превращается в землю Тут мы видим, что за Бойфреном есть вот такая торпинка Но буквально через несколько мгновений он отходит от этой торпинки Слушайте, это ужас Сколько неточностей Не было в косыне этого согнутого дерева Не, ну это да В некотором моменте это даже можно назвать действительно небольшими косичками Но это мультик, поэтому мы прощаем так и быть Так и быть прощаем Но при игре Бойфрен решил ее закопать Ну он да, он как это Собачки, которые за собой присыпают Он так же за собой дырень присыпал Нормально Похоже, мне придется удвоить усилие Так Здорово, Капхед, я нуждаю мне помощь? Магман был в его поле зрения Так что он не смог бы подобраться незаметно Слушайте, да Прямо вообще Ох, что эти аниматоры Прямо вот, прям вот они вот вообще вот дают Я вот не замечал Сюжетная дара Ну, наверное Капхед говорит Магману, что Сюжетная дара была там сзади у Бойфренда Но он ее закопал Чалис А вот это, кстати, реально Между прочим, прям Прям хорошая заметка Если тут в основном приколы, да Всякие по типу А, Бойфренд упал и выжил, да А, тут говорящая чашка Говорящих чашек не бывает О, чернили демон, такого не существует, да Подобного рода обычно были То вот здесь вот прямо вот Ошибка в лоре получается Именно энергетический луч Ну и как бы Капхеду вообще на это насрать И в четвертой катсцене Свободно это используют Никакого насилия Сказал Магман, который хочет помочь Капхеду И вместе с ним убивает тонну боссов А, ну да Но это же было типа в другой игре Это же типа в другой игре А это как можно даже сказать Что это как параллельная вселенная Знаете, как Труби Фокс говорил Когда Андертейл и Дельтарун Типа это параллельные Что-то там Что-то такое он рассказывал Вот здесь можно так же, в принципе Оправдаться Торопинки примерно рядом с Бойфрендом Но буквально за кадр Переместился на лужайку и в дубу Изучаем квантовую телепортацию Вместе с Магманом Зачем Капхед отошел на пару метров от Бойфренда И пойму кайф туда-сюда ходить Бедный программист этого мода Он уделил столько много времени И ненужной, а слово совсем функции Зачем было Музыке, да, наверное Или что, какой функции нет? Только пахать над авто накоплением карт Если вам все равно быстрее Побойдется именно стрелка с парированием Типа, камон В чем прикол тогда? Ага, только давайте Так, подождите А там реально еще была какая-то А там была какая-то функция Авто накопления карт? Я даже ее не видел Я, по-моему, даже не видел Я думал только-только Если ты парирование сделаешь Только тогда и будет Теперь посмотрим это с другой стороны Капхед нападает на Бойфренда Стреляя в него Но уверенный в себе Бойфрен дает отпор этому негодяю Тем самым сбивая его атаку А как он так научился хреначить микрофон А потом зашнул его обратно Да, так, что он даже не успевает упасть на землю Это же практически невозможно Тоже, кстати, можно добавить в косяк Только обиделся, что Бойфренд его ударил И просто перестал атаковать Думал, как-то так представляли авторы себе эту механику Сюжетная дыра Что мешало Капхеду захреначить Бойфренда До смерти обычным оружием Типа, если тебе похлебало, прилетел микрофон То все, сразу же копыта отбросили Но тут тоже, кстати, момент Что вообще мешало Капхеду принести нормальный ствол На стрелку, да И, собственно, порешать все вопросы очень быстро Действительно Капхед, что, не смотрел фильмов Мартина Скорцезе Он, что, не знает, как это делается Бойфренд парирует буквально воздух Стрелки там он наверняка не видит Изучаем биологию вместе с Инди Кросс Ну давай Если при солнечной погоде около вас ударит молния То сразу же пойдет ливень со штормом Не знали? Будете знать Если молния ударит, то после нее, естественно, будет огромное пламя Которое из-за дождя просто уйдет под землю Это, по-моему, не биология, а природоведение, наверное, да? 25, объясняй заново, я не буду Да-да, чтобы активировать суператаку Вам нужно сделать 4 парирования Как вы поняли, это сарказм В игре же надо накопить всего лишь одну карту Чтобы сделать подобную атаку Косожопая кружка В течение всех атак этот полудурок будет стрелять в одну и ту же точку Косожопая кружка, ребята Я считаю, Капхеду нужно такой никнейм брать в онлайн играх Если он играть когда-то будет Косожопая кружка Это прекрасно звучит, слушайте Аж захотелось создать канал и назвать его Косожопая кружка Великое слово сочетание Не понимаю, что оказывается можно стрелять еще и в разные точки Зачем Капхеду стрелять автоатакой Когда он может стрелять и обычным оружием Да, чтобы забайтить Бойверенда на атаку Но все равно он мог бы легко захреначить Бойверенда обычным оружием Капхед слепой ублюдок номер 2 Он смотрел на Бойверенда и каким-то образом не заметил Магмана Не, ну это он просто... Это вообще нифига не ляп, это не ляп Он просто захотел его уже угрохать И этот братец его достал Он с детства пялится, его рожу уже задолбал И он такой, двух зайцев одним выстрелом Из него появляется душа, благодаря которой его можно возродить, отваривав сердце Однако при его смерти никакой души и не было Не может Капхед убить Магмана Да, в игре нельзя убить своего союзника Соответственно, ульта Капхеда должна была пролететь мимо Бойверенда и Магмана Но он его может и не убил Может он его, знаете, так чисто Подзадел Подзадеть союзника можно? Это тоже нельзя, да? Да косяк, да косяк, ничего не знаю Все, вот смотрите, у Капхеда аж бомбит У него же жопа заполыхала от того, сколько косяков Ого, я вас понял Значит, тут огонь из-за дождя под землю проваливается А тут, видимо, исключение Тут да Это праведный огонь из пердака Понимаешь, он действует по собственным законам Был бы лютый дисбаланс Возможно, многих огорчу Но вот так вот пламя, особенно при дожде, распространяться не может Если они не замазали весь остров бензином Длительность суперспособности Капхеда в обычной игре Вроде или 3, или 4 секунды Однако в моде он может и 12 секунд так продержаться Но это тоже не касается, это он научился больше держаться Он как бы возмужал, повзрослел Капхед Капхедик стал Капхедом Потом он станет Капхедущим Будет еще там 30 секунд держаться Вообще нормально, нормально Капхед стоит напротив бойфренда Однако, когда он ультует То получим и видим, что оно летит где-то в этом месте То есть, при использовании ульты Капхед решил отлететь на это место В течение всей недели Капхеда Он просто получал похлебалым микрофоном А тут резко понял, что его, оказывается, можно было схватить И жестко камбэкнуть Ага, чутка потянул микрофон и присосал к себе бойфренда Ну, вот дошло Это просто, просто он и раньше пытался Но он никак не мог Понятие руки, крюки, Капхедовские эти В Капхедовской школе Капхедовки Маленьких Капхедовки Капхедиков Их маленьких в обычной школе Капхедиков Не учили таким вещам Их учили чему? Петь песни, танцевать Эээ, такие рожи делать, да Убивать собственных братьев А вот притягивать за микрофон Это сноровка нужна Он никогда не успевал, а тут раз успел Так, это не косяк Я главный оправдатель Капхеда Адвокат Капхеда, это я А если вы Капхед и вам нужна защита, звоните мне Тут на пять карт Которых у Капхеда не было Ладно, представим, что они у него были, да? Ну а как тогда он успел за кадром сделать еще парирование И сделать еще другую ульту Буэрн настолько ранимый, что может сдохнуть от этих маленьких пуль А тут он выживает и от такого При том, что в песне от малейшего касания мы бы сдохли Ну это да, это да Это менюшка, я уже ее даже и подзабыл Это обычное оружие, автоатаку, штурмовик и карусель Ну он что, он что, это он тоже прокачался Покачался, повзрослел, поумнел Капхед Сколько времени прошло с момента выхода игры-то? О, пошел Санс Не, ну кстати, он вполне мог тут получить инвалидность А еще бывают люди, которые там пьяные вываливаются там с какого-нибудь этажа И тоже с ними все зашибись Вот это, кстати, хороший вопрос На самом деле, у меня он тоже, честно говоря, интересовал Что внезапно у всех откуда-то микрофоны появляются Баттлеров, ну не увидела их Как бы даже в этом моменте она смотрела на них Но реакция появилась через 4-3 секунды Ну ты посмотри на ее глаза Слепая, она щурится У нее зрение плохое, она очки забыла Поэтому, собственно, ее реакция Откуда Бойвернд мог знать, что из-под земли появятся кости? Ты Саня даже никак не предупреждал об этом Бойвернда Да, мы видим, что на Бойвернде появился воскресательный знак Но, возможно, это только для игрока Бойвернд не может это видеть Мы видим, что Чара не может проломать барьер Однако потом как-то проникает туда А вот реально как она туда проникает, я что-то это и забыл Наверное, речь идет о том, что Санс ее пустил, да Мысленно ослабил этот барьер И она так раз и просучилась Если мы будем атаковать Санса Внимание, атаковать, а не убивать То Чара как-то вселится в Бойвернда А если наоборот не атаковать То Чарус у Чарус уже вселиться не сможет Почему именно удары позволили Чаре вселиться в Бойвернда? Тут прям что-то автор намудрили Санс не ожидал атаки, но уклонился Санс не ожидал атаки, но не уклонился Это тоже не обязательно косяк Это просто Санс, понимаете Раз на раз, как говорится, не приходится Один раз не уклонист Сансология Ай, сколько раз я уже сказал это за видео Сюжетная дыра У Чара стоял спампоинт буквально неподалеку от нашей шайки Да и как мы поняли, она каким-то раком проломала барьер Однако возрождаться она не стала Не, ну что, наверное, лень просто Ну это, наверное, игрок, который за Чару играет Наверное, я был Я так, да, твою мать Вот так вот сделал и ушел Нахрен и все Никаких возрождений Играны сегодня окончены Да, вот так вот Ну это чисто Чревовещательный Санс Объясните мне Чего Бойфренд получает дополнительный хил от атаки Он Санса как бы не попадает Бойфренд может умереть от того, чего сам и не видит Ну вот, например, Бойфренд нажимает на синюю стрелку Только как он может ее увидеть, непонятно В принципе, да Как вообще Бойфренд видит какие-то стрелки в модах Фрайденайтфанки? И как вообще характеризуется то, что он не взял стрелку? То есть он не смог пропеть слово? Вот это тоже интересно Это прям целая философская беседа на эту тему Прекрасно понимая Санса в этой ситуации Серьезно, куда пропала Фриск? Еличара, как только вселилась в Бойфренд, она пропала, да? Привет, очень крутая механика с гастерами и бластерами Пока очень крутая механика с гастерами и бластерами Смысл делать очень сложную и крутую механику всего на два раза за мод? Вот поставьте себя... Смысл в том, чтобы у меня жопа не горела, когда я играю Чтоб я не орал, как резанный, как потерпевший Не вырывал себе волосы на всех местах Вот в чем смысл Это точно не косяк Если вы даже добавили суперкрутую и сложную механику Пожалуйста, не изнасилуйте меня ей Я вас очень прошу Уважаемые авторы модов Сделала за как минимум 3-4 дня А тут тебе говорят, что она на пару выстрелов за мод Вот это законтрил А там так долго реально 3-4 дня делаешь? Ой, капец, бедные люди Если вдруг из-под земли будут выскакивать кости То вы можете... Я даже боюсь себе представить, сколько я при желании могу роликов за 3-4 дня высрать В то время как создателям игр приходится одну какую-то атаку настраивать Это же ужас, вообще Наклониться и они вас не заденут Спасибо, Беверн, беру на заметку Санс запотел прямо в ритм песни Совпадения? Не думаю Отбросил Это можно понять на моменте, когда Санс проверял, где чара Мы прекрасно видим, что тут его нигде нету Ну, в принципе, да В принципе, да, вот тут не поспоришь, каш Счетчик с Митрей продолжается Кстати говоря, я так понимаю, автор это специально написал тогда Это типа, чтобы был еще один грех и ляп, да? Просто в качестве иронии Иронии Там аниматоры и программисты вообще не знали, кто что делает В игре, значит, Боинд от малейшего касания гастеропластера сможет сдохнуть А тут от сотни бластеров он выжил Что мешало Сансу сделать подобные фичи при песне? Та-да-да-дам О Хорошо, предложим, что у чара больше IQ, чем у всех главных персонажей в моде Разом Только вот как она за считанные секунды смогла вернуться в тело Фриск, взять нож и убить Санса Ну ладно, тут еще более не менее, что-то можно успеть сделать Но Может быть, у чары есть суперскоростные способности, о которых мы не знаем Даже не в этом суть Что мешало чаре сделать Но тогда почему она не уклонилась от этих костей, правильно? Это во время песни Все равно, Саня этого бы не ожидал Касание мы прекрасно видим, что бочка и постер Бенди стоят сзади Бойфренда Но во время... Фига себе, резкий переход, уже Бенди Так, поехали На песне они резко съезжают вперед Так еще на бочке резко появилось радио Не, просто он отошел, может быть Касание мы видим, что за картонным Бенди прямиком стоит проход в следующую комнату Ну, по крайней мере, рядом с ним И знаете, в чем остальное... основной грях... грех... грях Грях и лап в чем осталось В том, что он туда поперся, в этот проход Ни один нормальный человек не попрется в такой проход И ни в какой проход вообще сюда не придет ни один нормальный человек Но Бойфренду прям вот-вот не терпелось Так это, наверное, это Борис там Который картонками пугал нас в оригинальной игре Это он включал-выключал свет Просто это не рассказали Это творческое видение автора Которое не дошло до адреса В открытых помещениях дует очень сильный ветер Не, ну серьезно, откуда так дует ветер? Там Бенди расставил пропеллеры? В этом кадре мы... Бенди газанул прямо в него Прямо в него Картонный Бенди повернулся, жопой В другом кадре его уже нету И пошел в нить Знаете, в карманы можно засунуть даже полуметровый топор Лайфхаки от Сэмми Когда камера переключается на Сэмми Там мы прекрасно видим, что на стенке нету никаких атрибутов Прикольно есть с ним, кстати, там песня такая Па-па-па-па-па-па Па-па-па-па-па-па Помните, наверное, да? Классная песня Столько классных песен в Инди Кросс тоже Прямо вспоминаю В этом кадре мы отлично видим, что барьеры отображаются Какими-то белыми сверканиями В остальных моментах это использоваться нигде не будет Тут мы отчетливо видим, что там появляется постер Работать, работать, работать Какой скучный постер, не люблю Я в игре там была бочка с радио Кто-нибудь в комментариях напишет С радио, бочка с радио Ну тогда Бенди по с радио И там бочка с радио в итоге Ну, потому что нормальной канализации нет, как бы Ну, а что делать бы чернилим демоном Ну, срать же надо как-то куда-то Пишите, сколько я уже раз это сказал Сюжетная дыра По-моему, это третий, нет? Я не помню Где будут бежать прямо, не поворачивая, не в какую сторону Да, я понимаю, они там по лестнице шаблались И чернильную машину видели Однако коридоры все равно не такие большие Чтобы на протяжении около одной минуты бежать прямо Вполне логично Ну, там может быть подразумеваться, что они по кругу Типа идут вот так вот Потом налево, потом еще налево там, грубо говоря Просто эти повороты не показывают А вот это реально, вот это реально странно Что расскажете? Бойверунд умеет летать Да, в игре есть вот такой вот серьезный баг Когда вы пропускаете последнюю ноту То вы можете летать до нажатия следующей Прикольно Слушай, Бойверунд, у тебя вообще проблем не должно быть Давай на реактивной тяге собственного передака взлетай Улетай отсюда Че ты там мудухаешься? Чтобы создать такую тряску всего здания Надо нанять пару десятков слонов Я прекрасно понимаю вас В течении трех минут никакого подобного заворота не было А тут он резко оказался Опа-па-па-па-па-па Так, здесь тоже какой-то... Здесь тоже какой-то грех, да? Бойверунд не может так орать У него никогда не было такого голоса, да? Бойвер, надо сделать это во время других песен Просто его Бенди хорошенечко, это, отмудухал И после этого в нем проснулась ярость До этого он так не умеет, наверное, да? Это же просто сраная контрапа вроде всего и вся В течении всего мода вам придется смотреть каждую кассену Кроме опенинга целиком Даже если вы уже прошли весь мод Это же просто ужасно неудобно Вот, например, я решил пройти сансы на плохую концовку И мне что, придется пересматривать все эти кассены в моде? Спасибо, зато у нас есть механика санса Которая используется всего один раз за мод Как Бойверн смог понять, что из-за спины сейчас выглядит чертик А он жопой чует Это спецспособность Бойвернда Откуда у санса появились кости? А, ну а что тут думать? Конечно же, и жопа не смог бы Бойвернду вернуться от топора Так как Бойвернд никак не мог этого ожидать Для чего мультяшный Бенди решил перевоплотиться? Бойвернд как бы не создавал для него никакой угрозы Проектор, который показывает мультики про Бенди Должен был зацепить за кадр руку Бенди и голову Бойвернда Как минимум Ну что, тут даже вот с многими вещами Даже и не поспоришь Сколько мы насчитали? Ну-ка 80 Бойвернд сдох 6 раз Рекорд грехов 80 Вот такие вот дела, короче Вот так вот, да Санс с костями и жопой бьющейся А по голове, в общем-то Капхед, который хреначит все больше и больше суперспособностей Вот этого вот блевания из чашки, да Ну и, соответственно, Бенди, у которого там срандель, там бочка срандель Или как-то, как-то Который бежит, бежит, бежит вперед А Бойвернд умеет летать Да, вот такие вот, вот такие грехи Грехи и ляпы Грехи и ляпы, вот такие Я надеюсь, вам понравилось Ставьте лайк, пишите комментарии Не забудьте подписаться на мой канал Жмите колокольчик И на этом все Всем счастливо, всем удачи, всем пока